Объездил почти всю страну. Забайкальский край, Ярославль, Москва и Подмосковье. Для Михаила нет границ, потому что его призвание врач-педиатр. Дети как-то это самые благодарные, самые хорошие пациенты, самые лучшие пациенты. И лечить, конечно, детей, я считаю, что достаточно тяжелый труд для любого специалиста, который касается именно медицины, касаемый детей, в том числе педиатру. Но у педиатра тоже ложится большая нагрузка. Мамы и папы, бабушки и дедушки. Найти контакт со всеми членами семьи – задача непростая. Сначала может быть трудно, зато потом все пойдет как по маслу. Когда на кону стоит здоровье ребенка, нет ничего невозможного. Самое важное, самое главное, конечно, можно знать много о медицине, так скажем, и о симптоме, и о лекарстве. Но найти общий язык с близкими ребенка. Потому что мама все равно, или папа – это самые близкие ему люди, этому человеку. И они являются лучшими психологами. Поэтому непосредственно их состояние передается на ребенка. За 17 лет работы было все. И даже профессиональное выгорание. Пришлось сделать небольшой перерыв. Но надолго уйти из профессии у Михаила не получилось. А еще дает силу, видимо, результат. Условия в поликлинике хорошие. Врачи работают слаженно. Цель у всех одна – выздоровление пациента. У нас, не побоюсь этого слова, под рукой есть и узкие специалисты. То есть это окулисты, это лор-врач, это хирург, это травматолог, ортопед-травматолог, это невролог. Это большую роль играет. Плюс еще имеет место быть обследование, то, которое необходимо. А еще важно постоянно учиться. Знать все невозможно, но стремиться к этому необходимо. Для Михаила учеба и профессиональный рост не прекращаются ни на минуту. Даже в свободное время он продолжает слушать лекции. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».